Готов обсуждать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Я подчеркиваю, статуса, а ведь вы слышали, как Илхам Алиев неоднократно говорил. Статус гёрба-гёролды, статус гетти-джэгэн-нэмэ. Видимо, ему придется самому лично сесть на самолет, слетать с джэгэн-нэм и вернуть этот статус на стол переговоров. Другого выхода нет. И вы скоро об этом узнаете. Другого выхода у него нет. Потому что, если уж Путин понимает серьезность ситуации, то Илхаму сам Бог верит. Ошибка заключалась в том, что он не взял Хан Кян-дэй. Что он прислушался к Путину и отдал Хан Кян-дэй под миротворцев. Если бы он взял бы полностью всю территорию Наборного Карабаха, он мог бы получить какие-то санкции. Но у него было бы оправдание перед собственным населением, перед поколениями азербайджанцев, будущими. Что он сделал все, что надо было для этой страны сделать. А теперь получается, что он не доделал свою работу. Получается, что он является, в общем-то, изменником Родины. В нарушении Конституции впустил чужие вооруженные силы на территорию Азербайджана. И получается, что так или иначе, придется рассматривать статус Наборного Карабаха. Причем, имейте в виду, что за спиной Пашиняна стоит именно Макрон. Как за спиной Илгама стоит Раджак Таип Эдаган, точно так же за спиной Пашиняна стоит Макрон. Именно поэтому Путин, с одной стороны, делает вид, что он хочет, чтобы Пашинян сохранил власть. Он на публику, по телевидению, отвечая на вопрос журналистов, хвалит Пашиняна. Но на самом деле, он делает все для того, чтобы свергнуть Пашиняна. Пашинян ему уже не нужен, потому что его подпись стоит там. Наоборот, Пашинян даже опасен, потому что, сидя во власти, под давлением того же Макрона из Соединенных Штатов, нового президента, допустим, Джозефа Байдена, в январе, Пашинян может отозвать свою подпись под этим злополучным документом. Вот чего боится Путин. И вот что не договаривает вам Илгам Алиев, если только он об этом догадывается. Субтитры создавал DimaTorzok